Могилёв Могилёвска 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 Служитель церкви выплатил штраф за донесения ложных сведений сотрудники госавтоинспекции. Конфликт между гражданином Российской Федерации и служителем закона произошел в мае текущего года. С чего всё начиналось и чем закончилось узнаем в сюжете? Гражданин Российской Федерации был остановлен сотрудником Могилевской госавтоинспекции Сергеем Шеляговым за нарушение правил дорожного движения, точнее, за игнорирование действия дорожного знака в районе улицы Крыленко. В ходе проверки документов сотрудникам ГАИ был установлен факт, что водитель не имеет прав на управление автомобилем. На нарушителя был составлен административный протокол. Однако с этим водитель был не согласен и написал заявление о том, что Сергей Шелягов находится в состоянии алкогольного опьянения. На место конфликта был вызван старшей смены. В отношении меня были произведены процессуальные действия и после процессуальных действий я был доставлен на свидетельствование, будем так говорить, начну заявить, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. Меня свозили на медицинское свидетельствование, факт употребления алкоголя у меня не подтвержден, значит, состояние мое трезвое. После прохождения всех необходимых процедур сотрудник ГАИ обратился в Ленинский РОВД, где была проведена проверка всех имеющихся факторов, а затем в суд Ленинского района с целью защиты прав, чести и достоинства. Суд вынес постановление, согласно которому гражданин Российской Федерации был признан виновным в донесении заведомо ложного сообщения. Его обязали выплатить штраф в размере 10 базовых величин. Стоит отметить, что в суде водитель свою вину полностью признал, а вот служитель закона извинений так и не дождался. А в ходе заявления на месте его задержания и после разбирательства, когда уже в отношении меня были проведены какие-то процессуальные действия, даже после этого, убедившись, что я трезвый, даже не придет свои извинения. Звуки природы и голоса родных людей. Есть вещи, некоторым недоступные, либо доступные частично. О нуждах и возможностях людей с нарушениями слуха расскажет Анастасия Томашева. Люди с ограниченными возможностями постоянно нуждаются в помощи. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. О том, кто, где и как может помочь людям с нарушениями слуха, узнаем в репортаже. У Светланы и Сергея Гралько трое детей. И у всей семьи есть одна общая проблема. Они не слышат и не говорят. Только мама Светлана может изредка подкреплять свои жесты звуками. При выходе в город им сложно самостоятельно сделать покупки или решить какие-либо официальные вопросы. Здесь очень нужна помощь сурдопереводчика. Они обращаются к нам со своими просьбами в поликлинику, врачу перевезти, нотариусу, доверенно соформи, дарственная. Все вот эти, которые... Везде же нужен переводчик. Даже сейчас вышел указ, что в ЗАГС без переводчика не могут расписать. Были такие случаи, что приходили к нам глухие, они были нашими членами общества и требовался переводчик. Соответственно, мы шли и переводили. Услуга сурдопереводчика в нашем городе очень востребована. Ведь людям с нарушениями слуха помощь нужна каждый день. И каждый день Светлана Гончаренко выезжает на помощь своим подопечным. А все дело в том, что представителей ее профессии в нашем городе слишком мало. Услуга переводчика жестового языка представляется в отделении сопровождаемого проживания. На данный момент на обслуживании в отделении находится 43 инвалидов с нарушениями слуха. С ними работает один переводчик жестового языка, естественно, для того, чтобы оказать вслуху всем инвалидам, проживающим в Ленинском районе. Одному переводчика жестового языка недостаточно. Всего же в Ленинском районе находится 86 инвалидов с нарушениями слуха. И всем нужна помощь. Горисполком, исполком, банк, везде нужен переводчик. Я без переводчика не могу. Если без переводчика, то мне было бы сложно. Естественно, большое беспокойство у родителей вызывает судьба их детей. С получением образования проблем нет. Оно доступно для всех. В основном дети обучаются в интернате в Бобруйске. Есть также специализированные классы и возможно обучение на дому. Профессионально-техническое образование в Могилеве представлено Центром профессиональной и социальной реабилитации при учреждении образования Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж, где получают профессиональную подготовку 12 обучающихся с нарушением слуха. Безусловно, для того, чтобы определить образовательный маршрут, необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Она проводится во всех центрах коррекционно-развивающей обучения и реабилитации. Для того, чтобы записаться на эту комиссию, необходимо собрать стандартный пакет документов. Первый – это выписка из истории развития ребенка, дает педиатр по месту жительства ребенка. Также второй документ – это медицинская справка о состоянии здоровья, выдаваемая психиатрами. Что касается организации досуга, дети с нарушениями слуха вполне могут заниматься теми видами деятельности, не требующими быстрой реакции на голосовые команды, что и дети с нормальным слухом. Главное – не бояться обращаться в учебное заведение и оставлять там своего ребенка. То же касается и взрослых. Правда, с походами в кино и театры возникают проблемы, но проводятся и специальные мероприятия. На базе Вобруйской школы-интерната для детей с нарушением слуха проходил республиканский семинар на тему моделирования образовательного пространства при организации взаимодействия обучающихся с нарушением слуха со слышащими сверстниками. На данное мероприятие приехали все специалисты с республики, занимающиеся с данной категорией детей. Также были представители Министерства образования Республики Беларусь. В рамках данного мероприятия прошли мастер-классы, были проведены открытые занятия по русскому языку и истории. Но самый важный вопрос – трудоустройство. Сама Светлана с трудом нашла себе работу и теперь очень переживает за детей. Ведь для них хочется лучшего. Хочется, чтобы дети были счастливы и могли выбирать работу, которая приносила бы удовольствие. А выбор – это то, чего очень не хватает людям с ограниченными возможностями. Из детского сада советских времен домодернизировано учреждение образования. Как дошкольный центр развития ребенка номер один Могилева готовится к новому учебному году – далее в нашем сюжете. За пять лет силами спонсоров, шефов, а самое главное – родителей, дошкольный центр превратился в почти новое здание. И уже не скажешь, что садику почти 30 лет. У нас отремонтированы все помещения. В этом году мы ремонтировали этот чудесный коридор, ведущий к бассейну. Все выполнилось современными строительными материалами, современными технологиями. И в этом, опять же, заслуга наших родителей. За пять лет в ремонт детского сада было вложено много сил и труда. Сами родители непосредственно принимали участие в ремонтных работах. Кто-то взял на себя ответственность сделать санузел, кто-то отдеколировать стены, а кто-то уклал линолеум на пол. Вечерами по выходным я приходил, заливал полы, штукатурил стену, стены, ложил плитку. Помочь, чтобы и дети были довольны, как и сами тоже довольны, что приводишь детей, вот все, аккуратненько, чистенько. После того, как закончился ремонт в самом здании, начались ремонтные работы на прилегающей территории. Ведь в такие теплые дни детям просто необходим свежий воздух. Сотрудники сада и родители бросили все силы, чтобы детям было в удовольствие проводить время на улице. Были установлены песочницы яркие, красивые, где дети могут играть с песком. Их внимание привлекают паровозики, машинки. И все это очень качественно. И что самое главное для родителей, что все отвечает современным нормам безопасности. Голевую феерию можно было наблюдать на стадионе «Спартак» 25 июня. Могилевский Днепр принимал от сайдера чемпионата футбольный клуб «Ашмяны». Как обычно, начал Днепр за здравие. Счет был открыт уже на третьей минуте стараниями Владимира Хелькевича. «Ашмяны» проявили характер и сравняли уже на восьмой минуте. На шестнадцатой минуте Владимир Юрченко вывел наш клуб вперед, но то, что случилось потом, вообще не поддается объяснению. Илья Степанюк за две минуты отправил в ворота Днепрян два мяча. Сравнять счет Днепру удалось на пятьдесят девятой минуте. Вышедший на замену Денис Левицкий успешно сыграл на добивании. До семьдесят первой минуты игра была равной. И, видимо, на «Ашмянах» сказалась усталость – Днепр смог их дожать и за семь минут отправить два мяча в ворота соперника. Но Днепр ведь тоже не железный. И будь у «Ашмян» больше времени, они бы вырвали ту заслуженную победу, к которой шли. Уже спустя три минуты после того, как Днепр, казалось бы, ушел вперед, Вадим Батяновский забил в ворота Днепра четвертый мяч. Итоговый счет игры – 5-4. Следующий матч Днепр проведет 2 июля в Орше с одноименным клубом. На сегодня это все, уважаемые могилевчане. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакатв2.бай. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город!